Думская ТВ продолжает Секретарь Одинского городского совета Алексей Потапский присоединился к нам Прежде чем начнем разговор Напомню нашим телезрителям У нас открыты линии для голосования Сегодня опрос звучит так Надо ли тратить полтора миллиона гривен На охрану памятника Екатерины Три варианта ответов Это не рационально, это необходимо Мне все равно Ну и давайте начнем с Екатерины Прошу вывести информационный материал Который подготовили наши корреспонденты На вооруженную охрану памятника Основательницы Одессы Екатерине II В этом году потратят 1 300 000 гривен Объект будут оберегать от посягательств вандалов Как и раньше сотрудники полиции охраны Во время тендера была применена Так называемая переговорная процедура Когда у кандидата нет конкурентов Чиновники сослались на постановление Кабмина Которое гласит Предметы государственной части Музейного фонда Украины Подлежат обязательной охране Подразделениями госслужбы охраны МВД Эти функции сейчас выполняет полиция охраны В сентябре Приморский райсуд Признал незаконным перенос памятника Потемкинцам с Екатерининской площади на таможенную При этом суд не обязал мэрию Вернуть площади советский вид Решение суда мэрия обжаловала в апелляции Заседание продолжится 2 февраля Напомню, памятник основательницы Одессы Екатерине II Уже не один год является предметом Политико-патриотических спекуляций и вандализма В 2010 году его облили краской Написав «Коты Украины» Что переводится как «Палачи Украины» Позже радикально настроенные патриоты Стали открыто называть императрицу Врагом украинской нации А некоторые пошли еще дальше Предложив вместо Екатерины Установить на Екатерининской площади в Одессе Памятник Степану Бандере Так, Алексей, ваше отношение, собственно, к охране памятника за такие деньги Это, как вы считаете? Ну, смотрите, тут ситуация в следующем Есть постановление Кабинета Министров Собственно, в сюжете об этом говорилось Мы обязаны его выполнять, да? Потому что вы сами знаете, что памятник Екатерины, он не аутентичный, да? Это копия А фигурки фаворитов Это оригинальные фигурки, сохранившиеся с первоначального памятника Они являются музейными ценностями И согласно вот этому постановлению Кабинета Министров Мы обязаны их охранять Точнее, заключать договор на охрану А согласно, опять же, той же постановлению Только государственная служба охраны А нынче они называются как-то служба охраны полиции То есть это единственная структура, которая может заключать договор 3,5 тысячи гривен в день Ну, послушай, не совсем полтора, это 1,3 миллиона с чем-то 1,3 миллиона, это будет 3,5 тысячи в день Да, но я вот выяснял у коллег депутатов, которые Значительно дольше работают в городском совете Они говорят, вот с 2010 года Даже кто сколько себя помнит Заключают постоянно, и примерно это одна и та же сумма В течение последних нескольких лет То есть инфляция не работает на эти договоры? Ну, я вам скажу, государственная служба охраны Она дороже, значительно дороже других частных структур Но надо отдать должное Во-первых, это сотрудники полиции В форме, с боевым оружием То есть это не какая-то там шарашкина контора Которая может за 3 копейки приехать, не приехать То есть это действительно, это именно сотрудники Ну, сейчас это сотрудники полиции уже, да Поэтому они всегда стоят Ну, я сталкивался с государственной службой охраны Их услуги в среднем по рынку, наверное, стоят в полтора-два раза Чем частных структур Но они именно за счет Сумма больше, именно за счет того, что они Являются штатными сотрудниками полиции С боевым оружием, со всеми регалиями полицейских Поэтому их услуги стоят дороже То есть все памятники у нас охраняются За 3,5 тысячи гривен в день Нет, речь идет, послушайте, речь идет О тех памятниках, которые там являются Ну, о тех музейных экспонатах Которые являются какими-то ценностями Мы можем от этого уйти Если мы, кто-то изготовит копии Вот этих четырех фигурок, да Которые были взяты с музейной коллекции Поставлены сюда на площадь Поставим копию Вернем в музей оригиналы Тогда мы уйдем от этой проблемы Но будет существенно дешевле для бюджета Насколько, честно говоря, надо посчитать Сколько будет стоить изготовление этих фигурок В любом случае, это те же туристы Которые приезжают, например, посмотреть на аутентичные фигуры Они будут показывать не то Если много лет мы занимаемся тем, что заключаем договор Никаких вопросов не возникало То сегодня я понимаю, что внимание к этому Привлекло исключительно Внимание сегодня Даже не столько к этим фигуркам А сколько к самой персоне Екатерины Второй То есть сегодня разговоры идут о том Чтобы перенести памятник Поменять что-то местами Вернуть в площади тот вид, советский вид Ну, исключительно, я думаю, с этим связано Сегодня внимание к этой новости К тому, что мы делаем каждый год Заключая каждый год договор на охрану Может быть, наконец-то решили обратить внимание Куда тратить свои деньги, бюджета Я думаю, что вопрос больше связан тут с политизированным Поэтому я бы, честно говоря, не стал бы политизировать этот вопрос К нам присоединился по телефону Александр Пригарин Историк, Александр, добрый вечер Добрый вечер Александр, почти полтора миллиона гривен в год Обходится охрана памятника основателям Одессы Среди которых, собственно, Екатерина Вторая Отношения к которой в последнее время весьма неоднозначны Как вы считаете, насколько вообще важен подобный памятник для Одессы И насколько оправдана вот эта цифра на его охрану Вообще нужна ли охрана такому памятнику? Безусловно, важна и нужна, так сказать Наверное, надо обратиться к экономистам Которые могут подсчитать экономическую целесообразность И объемы финансирования на каждый конкретный памятник Скорее, это вопрос не к историкам А все-таки к людям, которые занимаются деньгами А если говорить в целом То, наверное, редакция должна ставить иначе вопрос А остальные памятники Одессы, да То есть, в целом мы говорим о том Что необходима система охраны памятников в целом И если говорить об конкретном памятнике Основательном Одессы или Екатерины Второй, как ее в народе называют То это просто частный случай То есть, давайте сохраним всю Одессу И выделим на это достойные деньги И все будет хорошо Как много у нас в городе аутентичных памятников? Ой, достаточно много, так сказать То есть, если говорить о памятниках То их несколько десятков А если говорить в целом о памятниках с большой буквы То есть, это и памятники архитектуры, и памятники истории И, так сказать, памятники археологии в том числе Поэтому, наверное, этих больше 600, если я правильно помню Вот видите, у нас в студии Алексей Потапский Секретаря Детского городского совета Мы слышим историка Как минимум с десяток аутентичных памятников На них тоже выделяются такие деньги? Нет, опять же, памятники и памятники И опять же, надо смотреть Какие из них попадают под те критерии Которые есть в этом постановлении Кабинета министров Надо его поднять и посмотреть Какие непосредственно критерии идут к этим памятникам К тем объектам? Там же речь идет не о памятниках Там идет о определенных музейных ценностях Которые необходимо охранять Представляете историческую музейную ценность? Потому что эти фигурки взяты из музеев То есть, они стояли до определенного времени в музей Их потом перестали... Они были на балансе музеев Хочу обратиться к Александру Бегарину Как вы считаете, памятник, допустим, светлейшему князю Воронцову Он является памятником искусства, предметом искусства, простите? Я прошу прощения, это мне вопрос Да-да, Александр, я у вас... Да, безусловно, что и памятник Воронцову И памятник Ришелье, и остальные памятники Вопрос... Вы сейчас занимаетесь неправильной, наверное, журналистской провокацией Если вы пытаетесь столкнуть историков с чиновниками При всем, так сказать, уважении к вашей профессии Это, наверное, не тот путь, где надо себя проявлять Ведь еще и дело, мы совсем не против охраны, на самом деле Мы просто пытаемся понять, и никто ни с кем не сталкивается Редкие, кстати говоря, случаи, когда у нас в студии совпадают Тремнение ваша, представителя городского совета И вот лично моего, как журналиста Так что здесь вам, наверное, послышалось А вот мы пытаемся разобраться, какая же сумма может уходить в год На охрану одесских памятников Если только на памятник основателям Одессы уходит миллион триста Ведь граф Воронцов тоже является, в общем-то, историческим персонажем И историческим объектом Тут есть две вещи Первую вещь четко обозначил мой коллега по телефону В смысле по телефону моего интервью Он правильно сказал, что, во-первых, часть памятника Екатерины Второй Является музейной ценностью То есть она входит в национальный музейный фонд Украины Речь идет о четырех фигурах, которые сопровождают, собственно говоря, Екатерину Это раз А второй очень важный момент Что, к сожалению, к счастью, используйте любую другую ситуацию Вопрос в том, что нет ни одного памятника Который вызывает столько агрессии со стороны неадекватных людей Назовем это так Воронцова, слава богу, 30-х годов никто не трогает Надо признать Решилье по понятным причинам тоже никто не трогает А памятник основателям Одессы Екатерины Второй Является бельмом определенной, не совсем адекватной группы наших жителей Вот поэтому, наверное, на нее тратится больше денег Наверное, это оправданный шаг Услышали вашу позицию Благодарим за то, что присоединились к работе Думской ТВ Александр Пригарин, историк был у нас на телефонной связи Алексей, давайте перейдем теперь к транспорту От памятников к транспорту Пока еще можем себе это позволить Единый электронный билет Сегодня у нас в студии была депутат Одесского городского совета Ольга Квасницкая Которая говорит о том, что вся тендерная документация была выписана исключительно под одну компанию Телекарт-прибор Это мнение Ольги Квасницкой А кто-то еще подавался? Ну, то, что я сегодня знаю из СМИ Что на сегодняшний день подалась одна компания Телекарт-прибор Герц На самом деле, то, что будет компания одесская Вот она была недовольна, что иностранные инвесторы не участвуют А что плохого в том, что участвует одесский инвестор Сейчас вот одесская компания Где завод телекарт-прибор Это, кстати, уникальный завод Я его достаточно хорошо знаю Он находится в очень тяжелом положении Но это уникальный завод Где много чего разрабатывается Именно электронно, по электронным компонентам и так далее Поэтому я считаю, что если он выиграет этот конкурс И его мощности будут задействованы Он уже апреля выиграл, у него нет конкурентов Ну, послушайте, еще заседания комиссии не было Я хочу сказать свое мнение Я считаю, что это хорошо Что касается, с моей точки зрения, плохо То я считаю, что комиссия 10% На мой личный взгляд, это высокая комиссия 15 лет? 10 15 Уже 15? 15 15 лет По последним переделкам в документах 15 лет Когда депутатский корпус принимал решение на сессии О запуске этого процесса Речь шла о 10 годах Поэтому я считаю, что если будет 15 Я думаю, что многие депутаты будут недовольны Возможно, будем требовать Как-то пересматривать подходы Потому что я считаю, что это неправильно Много и долго, да? Я считаю, что это много Потому что взять тот же Харьков Удалось получить Вот Петр Обухов Удалось ему раздобыть информацию по Харькову Хотя это было непросто У них 6,5% Я, в принципе, считаю, что от 5 до 7 Вот мы предварительно так прикидывали На протяжении скольких лет? Те же 10 лет В принципе, это адекватно Да, 10 лет Но через 10 лет мы получаем Собственность комплекс Абсолютный рабочий комплекс Отлаженный за это время Который мы получим бесплатно Да, за все есть своя цена Но мое мнение Что все в этом проекте отлично Идея сама хорошая Много есть положительных моментов В том числе мы перейдем на монетизацию льгот Мы наконец-то узнаем Реально наши пассажиропотоки Мы узнаем, сколько у нас ездит реально людей Сколько льготников И так далее Потому что сегодня это все Это все пальцем в небо Сегодня эти цифры Ну почему же? Георгий Хаскин утверждает Что очень четко учитывается число проезжающих Садится человек Поголовно считает Это вы знаете Да, по количеству ног По количеству рук посчитать Но не единожды об этом говорилось в эфире Это все смешно На самом деле я считаю Что вот реально Когда в сидении электронного билета Когда будет Каждый человек будет Винтарь глубина бизнеса Да Но это хорошо Это в этом большие плюсы Особенно я считаю Давно пора перейти на монетизацию льгот И система электронного билета Позволит это сделать Мы будем понимать Сколько у нас реально льготников катается Потому что сегодня Можно сказать Их там 100 миллионов Или 10 миллионов Посчитать невозможно И сколько реально согласился провести водитель маршрутки И сколько реально Да Мы будем понимать Это мы будем Во-первых Как во многих других странах Если у нас есть эти льготники Сегодня государство Уж никак это не компенсирует Это затраты городского бюджета Наконец мы будем выделять Каждому человеку Который желает пользы транспортом Это будет определенная сумма Но это не будет Просто какой-то бесконечный Выброс денег Ну просто По заявке Да Транспортных компаний Которые говорят Мы тут перевезли Такие-то цифры абсолютно Не подконтрольные Единственное Я еще раз закончу мысль Единственное Минус Я считаю Что на мой личный взгляд Это мой личное сугубо мнение 10% Это завершенная цифра 10% в 15 лет Все понятно А я хочу задать вам вопрос А если вам предложили Например 15 лет это я от вас только что Хорошо 10% в 10 лет Ваша точка зрения Это недопустимо Хочу задать вопрос А если например Не 10 лет допустимо Но не 10% 10% это много Я же говорю Связка 10% в 10 лет Учитывая что официально 3-4 года окупаемость проекта Об этом я и говорю Если мы посмотрим на это Как на бизнес Городского совета Муниципалитета Одесского То почему бы не взять Просто компанию Которая наладит систему И сразу передаст ее В руки муниципалитета Причем заплатить за нее Сейчас будет выгоднее Чем терпеть 10 лет За 3-4 года А вообще бизнес Мы же с вами знаем Рассчитывается Из расчета 5 лет Максимум Мы можем получить Уже готовую систему И 5 лет дополнительно Зарабатывать уже Сверхприбыль От этого проекта Почему не заняться Именно таким образом Город стал Инициатором И оператором Собственной Закупить оборудованию Телекарт прибора Того же Ну знаете Я считаю что На мой взгляд Каждый должен заниматься Своим делом То есть если у нас Есть телекарт прибор Который специализируется На этом Занимается электронными Компонентами Электронными системами Программным обеспечением Я считаю что Город Это не задача города Заниматься бизнесом Город должен Скажем так Управлять Ресурсами своими Город должен зарабатывать Мы все же сказали Что через 10 лет Получим обратно У нас есть телефонный звонок Мы получим Отлаженную систему На баланс То есть мы не будем Сегодня заниматься Становлением этой системы И каждый год На сессию Выноситься Давайте мы вольем Еще сюда миллионы Еще сюда миллионы Вы же понимаете Если так думать Если так думать То конечно так оно и будет У нас к сожалению иногда происходит Почему иногда Я не помню Что было по другому Я все таки Хотел бы уточнить Город в настоящий момент Будет как-то влиять На перевозчиков Или не будет С точки зрения Уже на национально не повлияет А с точки зрения безопасности И качества перевозок Вы знаете Опять же Что касается перевозчиков Я считаю Ну я думаю Вы и я Много раз были за границей Я считаю Что во первых Нам надо Менять отношение к перевозчику Нам надо Полностью На мой взгляд Со временем Уходить от маршруток Переходить только на автобусы Большой повышенной Вместимости Большой повышенной Вместимости Желательно муниципальные Ну я считаю Что должны быть И муниципальные И частные То есть должна быть Конкуренция Я считаю Что опять же Есть отсутствие конкуренции Это плохо Я всегда считаю Что должна быть Конкуренция Для того чтобы Были И пожалуйста Пусть участники Участвуют Вот эти маршруты Выставляются На определенный тендерай, пожалуйста, и пусть и муниципальный. Винница, кстати, тоже прошла этот путь. Они от частников вернулись частично к муниципальному рынку. Оказалось, что и муниципальный транспорт может быть эффективен. И постепенно путем внедрения электронного билета с учетом мы будем понимать реальные потоки пассажиров. Мы можем более оптимально выстраивать систему общественного транспорта. Мы будем реально видеть, где больше необходим тот или иной маршрут. Поэтому, конечно, безусловно, нам надо менять наши отношения с перевозчиками. Алексей, благодарим за то, что пришли сегодня к нам. Алексей Потапский, секретарь детского городского совета, был нашим гостем. Мы уходим на новости, после вернемся в студию и продолжим работу. Оставайтесь на Думской ТВ, будет интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова